Солнечно, жарко и многолюдно в парке Современника. Именно он стал главной площадкой празднования Дня России. Пока удалые молодцы покоряли высокий турник, совсем маленькие ангарчане ловили рыбок в импровизированном аквариуме. Развлечения нашли для себя и подростки. Например, сейчас у современных детей любимая эта езда на героскутере. Равновесие держать надо. Обладать равновесием, потому что ты стоишь, и тебе нужно равновесие пытаться держать. И не у всех это получается. Сотворить праздничную открытку за несколько минут – такой мастер-класс предлагали специалисты централизованной библиотечной системы всем желающим. Клеим на открыточку. Хорошо развивает моторику, детям нравится. Делается довольно быстро и легко, да? Ну, он делается довольно быстро, да, и занимательно, и познавательно. Помимо творческих увлечений, библиотекари провели интеллектуальную викторину на знания о празднике и организовали фотозону. Здесь атмосфера очень радостная, весёлая. Очень много детей, очень много людей. Спасибо, Тамара. Сергей, что можете добавить? Праздник очень хороший, нужный для людей. Всё так весело, здорово, красиво. Всем счастья и здоровья. Здесь же, на улице Социалистической, расположился традиционный ангарский Арбат. Показать свои поделки приехали не только местные мастера, но и гости из соседних городов. Они с удовольствием делились секретами творчества. Муж занимается туисочками, делает вот такие вот замечательные туиски, а я их расписываю. Расписываю на тему мультфильмов и русских народных сказок. Потому что, в основном, если кто-то занимается библистой, там бывает тиснение. Тиснение есть на всех, как бы вот из дерева, как библисты. А мы хотим всё-таки найти свойсти и решили расписывать вот эти вот. И последняя моя работа – это вот эти вот «Богатыри». Это я сделала ко Дню России. «Богатыри» Илья Муромец, Алёша Пакович, третьего «Богатыря». Я ещё не успела это делать. А какой праздник без зрелищ! Крыльцо современника превратили в летнюю эстраду, где блестяще выступали творческие коллективы «Ангарска». Новое, новое поколение, мы выдвигаем свои решения. Мария Константинова, Роман Буйнов и «Ангарска».